Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 916 дня войны, вторника, 27 августа. Вот главное. Растет число погибших и раненых в результате продолжающейся атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины. Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план прекращения войны, который передадут США. На фоне наступления России власти Украины начали эвакуацию из Покровска и Мирнограда свыше 170 столкновений на линии фронта за сутки. ФСБ России начала кампанию преследования, против журналистов, освещавших происходящее в захваченных ВСУ районах Курской области. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска осуществили очередную атаку на украинские города и инфраструктуру страны в ночь на вторник. Подробности расскажет Ксения Туркова. По меньшей мере три человека погибли в результате российских обстрелов в Запорожской области. Одна из убитых, женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки россиян, скончалась в больнице, куда была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Как сообщил глава местной областной военной администрации Иван Федоров в Телеграм-канале, пять человек получили ранения. Федоров опубликовал фотографии с последствиями удара, сообщив, что за сутки не менее 14 населенных пунктов Запорожской области попали под обстрел. По его словам, российские войска нанесли более 200 ударов по региону, в том числе не менее 128 атак различными беспилотниками. Были повреждены жилые дома. Очевидцем атаки дронов на Запорожье стала местная жительница Татьяна. Два часа ночи перед тем летали шахиды. Где-то я слышала выстрелы по городу. Ближе, дальше. Взбивали, видно, шахидов. Потом в два часа ночи раздался взрыв. Загорелся наш дом. Вот этот дом полностью был разрушен. Вот. Ну, я выскочила. Смотрю, тут кто-то кричит. Эта женщина, она обгорела. Горела прямо. До нее нельзя было добраться. Муж мой был заваленный там обломками. Ну, я кое-как раскопала, но он только ногу сломал. Под удар также попала Днепропетровская область. Глава местной областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе Марганец, расположенном недалеко от Никополя, в результате удара из РСЗО «Град» погиб 65-летний мужчина. Крупнейший город на западе области Кривой Рог ранее также подвергся обстрелу. Лысак сообщила двоих погибших в гостинице, разрушенной в результате удара. Также повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажных здания и восемь автомобилей. Ранения получили пять человек. Вот что сказала жительница города Валентина, пережившая атаку. Это был комментарий жительницы Кривого Рога Валентины, которая пережила российскую атаку. Два человека получили ранения в Береславском районе Херсонской области. В результате атаки российских войск там повреждены жилые дома. В то же время выросло число жертв массированной атаки, которую Россия осуществила накануне. В больнице скончались трое пострадавших в результате российского обстрела 26 августа, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Еще двое раненых находятся в больнице. В Одессе спасатели продолжают разбирать завалы. Вот что говорит житель города Иван Бойко, чей дом пострадал от российской атаки. Мама, папа и моя жена вышли со двора, чтобы сесть в машину. В этот момент случился прилет. Ракета упала прямо рядом с гаражом. Гараж разнесло на части. Вы сами можете видеть. Крыша снесена, кровля повреждена, окна и двери выбиты, вся мебель разбита, холодильник разбит. И то, и другое последствия удара. И это касается не только нас. Пострадали наши соседи. У многих побиты крыши и окна. Вот так. Мои отец и мать в больнице. Моя жена с контузией тоже в больнице лежит. Дети у дедушки с бабушкой. Ну, вот так. Это был комментарий жителя Одессы Ивана Бойко, пережившего российскую атаку. В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре страны по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством и водой. В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях ввели экстренное отключение света. Российские власти, как и всегда, в случае с гибелью мирного населения, заявили об обстреле, цитата, «высокоточным оружием и беспилотниками критически важных объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса Украины». Это была Ксения Туркова с подробностями очередной атаки России на украинскую инфраструктуру, в результате которой погибли и ранены десятки гражданских и наблюдаются перебои с водой и светом в целом ряде областей Украины. В Курской области и, судя по поступающим сегодня данным в Белгородской области, продолжается наступление ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что войска Украины пытаются прорваться в регион, атаки подверглись три населенных пункта. Главком ВСУ Александр Сырский заявил сегодня, что на данный момент Украина контролирует порядка 300 квадратных километров территории России и около 100 населенных пунктов. По его данным, Украина также взяла в плен около 600 российских военнослужащих. В условиях войны мы не можем верифицировать данные воюющих сторон, однако ранее наши коллеги из издания «Вашингтон-Пост» подтвердили, что в ВСУ действительно захватили как минимум несколько сотен российских военнослужащих это удалось верифицировать по поступающим видео. При этом Сырский подчеркнул, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч военных и продолжает перебрасывать ежедневно новые силы. Украина на этом фоне столкнулась с наступлением российских войск по всей линии фронта. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений. Наиболее напряженные ситуации сейчас на Покровском направлении. Там произошло 60 попыток штурма позиции ВСУ. Из Покровска, а также Мирнограда и Селидова эвакуируют местное население. Корреспондент настоящего времени побывал на месте событий и подчеркнул, что российская армия наступает, а бои ведутся уже на окраинах этих городов. При этом и Россия, и Украина в последние дни заявили, что тема переговоров бессодержательна. В Кремле сказали, цитата, что тема переговоров потеряла актуальность, а вот что сказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. С Путиным не то, что компромиссы. С Путиным в принципе диалог на сегодня, как вам сказать, он пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов якобы дипломатично, но отдать ему 30% нашей земли. Выступая в рамках форума «Украина-2024 независимость», Зеленский также сказал, что у Киева есть план по прекращению войны, который он намерен передать кандидатам в президенты США Камеле Харрис и Дональду Трампу. Вот что он сказал об этом плане. Одно из направлений плана, часть которого уже выполнена, это Курщина. Второе направление – это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Про все это детально говорить не буду. План подготовлен. Думаю, справедливо будет сначала представить его президенту США. От него зависит успех этого плана. Дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны во использовании того, что в этом плане, или нет. Думаю, я в сентябре представлю этот план ему навстречу. И думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется. Внимание СМИ также привлекло высказывание Зеленского о том, что Украина создала свою первую баллистическую ракету. Зеленский не привел подробности, однако сказал, что первое испытание этой ракеты было успешным. Как отмечает Украинская правда, ранее Зеленский сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном Поляныця. Атака ВСУ на Курскую область привела к росту желающих добровольно отправиться на войну Кремля против Украины. Такие данные приводит издание «Верстка». Журналисты выяснили, что в Москве число желающих заключить контракт с Минобороны выросло в два раза. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». По данным Верстки, после недавнего наступления ВСУ в Курской области, количество желающих войти в ряды российской армии москвичей увеличилось в два раза. Издание ссылается на данные ежедневной статистики единого пункта отбора на контрактную службу, полученной от источников Московской мэрии. Половина добровольцев мотивирует свое решение именно вторжением ВСУ в Курскую область. Среди добровольцев стало больше бывших военных и тех, кто давно хотел подписать контракт. По информации издания, всплеск интереса к контрактной службе произошел до атаки ВСУ, после того, как 23 июля мэр Москвы Сергей Содянин ввел единовременную выплату в 1,9 миллионов рублей. До введения выплаты интерес к военным контрактам в Москве падал в течение всего года. Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о росте числа желающих в России пойти на войну с Украиной. Перейдем к международной реакции на происходящее. Президент США Джо Байден назвал российскую атаку на Украину возмутительной. Цитата. «Я осуждаю в самых жестких выражениях продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму», — сказал Байден. «Хочу быть предельно ясным. Россия никогда не добьется успеха в Украине, и дух украинского народа никогда не будет сломлен». Это была цитата президента США Джо Байдена. Координатор Совета по национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, в свою очередь, что США работают вместе с Украиной над укреплением ее противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры. Кирби также призвал союзников США поставлять Украине перехватчики и установки ПВО. Белый дом также осудил нанесенный российскими военными ракетный удар по гостинице в украинском городе Краматорск. В результате этого удара в минувшие выходные погиб советник по безопасности агентства «Рейтер» и пострадали двое журналистов. Председатель Совета национальной безопасности США Шон Севит выразил агентству «Рейтер» свои соболезнования. Я напомню, что двое сотрудников агентства до сих пор находятся в больнице. В частности, это американский журналист Дэн Пелищук и украинский оператор Иван Любишкирдей. Президент Джо Байден также обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы Байден выразил надежду, что индийский премьер принял точку зрения Киева, в отношении российского вторжения. Я напомню, что Моди недавно вызвал негодование украинцев, когда в ходе своего визита в Москву он обнял президента России Владимира Путина. В пятницу Моди посетил Киев, где поговорил с президентом Зеленским. В частности, он сказал Зеленскому, что «ни одна проблема не должна решаться на поле боя». Во время телефонного разговора с Байденом Моди, еще одна цитата, подтвердил неизменную позицию Индии в пользу диалога и дипломатии и выразил полную поддержку скорейшему восстановлению мира и стабильности. Это была цитата из заявления Министерства иностранных дел Индии. Ну а Белый дом, в свою очередь, опубликовал отчет о разговоре, в котором говорилось, что Байден, цитата, выразил благодарность премьер-министру за его послание мира и продолжающуюся гуманитарную поддержку Украины. В Германии прокомментировали удары России по инфраструктуре Украины. Эксперт Социал-демократической партии Германии Михаил Рот, которого цитирует Deutsche Welle, сказал, что авиаудары являются началом новой кампании России по уничтожению украинской энергосистемы. По его словам, Россия, с одной стороны, пытается парализовать украинскую оборонную промышленность, а с другой, сделать жизнь людей в Украине невыносимой, чтобы спровоцировать новые потоки беженцев из Украины в Евросоюз. Рот также подчеркнул, что причиненный Украине ущерб столь масштабен, что быстрое восстановление практически невозможно. Он призвал оказать поддержку Украине в предстоящую тяжелую зиму, в частности, поставив этой стране аварийные генераторы, а также призвал США дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по аэродромам, откуда совершают вылеты российские бомбардировщики. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что 28 августа пройдет заседание Совета Украина-НАТО. Запрос на заседание был направлен из Киева. По словам Столтенберга, встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что присутствовать на ней будет министр обороны Украина Рустем Умеров, который проведет брифинг и расскажет о приоритетных военных потребностях Киева. В заключение нашего подкаста перейдем к теме репрессий, которые проводят российские власти. Как отмечают некоторые западные эксперты, Москва пытается замолчать масштабы наступления ВСУ на Курскую область и начала кампанию по преследованию журналистов, которые рассказывают о продвижении украинской армии в Курской области. Такой вывод можно сделать из активности ФСБ, которая возбудила уголовные дела против журналиста Deutsche Welle Николаса Коннелли и корреспондентки украинского канала 1+,1 Натальи Нагорной из-за того, что они освещали ситуацию в Курской области. Ранее власти России начали заочное преследование и других журналистов. Подробности в аналитической справки «Голоса Америки». ФСБ России возбудило уже как минимум семь дел против иностранных журналистов, освещавших наступление ВСУ в Курской области. Как сообщили сегодня государственные российские СМИ со ссылкой на ФСБ, в незаконном пересечении государственной границы обвиняют журналиста Deutsche Welle Николаса Коннелли и репортера 1+,1 Наталью Нагорную. Они снимали сюжеты в районе села Суджа Курской области. Ранее аналогичные обвинения были вынесены в адрес репортера CNN Ника Уолша, украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских журналистов Стефани и Батистини и Симоне Троини. На прошлой неделе в эфире итальянского телеканала РАИ вышел репортаж, показывающий, как журналисты въезжают в Курскую область вместе с украинскими военными. Журналистов обвиняют под 322-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, все журналисты уже находятся за пределами России, обвинения им предъявлены заочно. Это была аналитическая справка «Голос Америки» о преследовании журналистов, освещающих эту войну. Мы продолжим рассказывать вам о происходящем в наших следующих выпусках, которые выходят ежедневно с понедельника по пятницу. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Не забывайте, что слушать наш подкаст «Украина» самое важное. Вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, на платформе «Эхо» и на канале «Голос Америки» в YouTube. Я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности мою коллегу Ксению Туркову и звукорежиссера Александра Зимуху. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok